Приветствую вас. Я думаю, что если и говорить про то, в чем вы можете быть неправильной, то это только про ожидание некоторых изменений от человека, ожидание от него таких поступков, таких действий, на которые он, скорее всего, не способен. Вот, если у человека есть определенный стиль поведения, определенная модель поведения, то он, скорее всего, не изменится, если только сам в этом не видит проблемы, если только сам не захочет измениться, поступить по-другому и как-то по-другому посмотреть на то, что он делает. В вашем случае наш муж, ваш партнер делать этого не хочет и, соответственно, можно сказать, что единственное, в чем вы можете быть неправильным, в том, что ждете от человека каких-то перемен и перекладывать на него свои ожидания. в том, что он объективный, в том, что человек, который не держит свое слово часто, вот, обещает вам что-то. Я не очень понимаю в данном случае, почему вы ему верите, точнее, я понимаю, почему вы ему верите, но об этом чуть позже, чуть позже, чуть позже я скажу. Вот. Получается так, что вы постоянно ждете от него изменения и постоянно расстраиваются, постоянно разочаровываются. Вообще, это немного странно, ведь вы не принимаете его таким, как он есть, в отношениях, без принятия человека таким же таким, как он есть, ну, нельзя. То есть, обязательно нужно принимать человека со всеми его недостатками, если вы не можете этого сделать, вот, то, соответственно, возможно, вам с этим человеком не по пути. То есть, тут у меня вопрос, вы же с ним живете не первый год, да, и, соответственно, соответственно, как-то вот вы живете, не принимая его, не принимая его особенностей и, в какой-то степени, перекладывая на него ответственность за то, что вот вы чувствуете себя виноваты. Мне кажется, что это вы выбираете быть виноватой, в первую очередь, что вы выбираете быть жертвой в данном случае. Вот. То есть, путем перекладывания ответственности на него за то, что происходит лично с вами. Ну, например, ваше ожидание того, что человек изменится, да, допустим, как вариант. Вот. Теперь, собственно говоря, почему вы, значит, снова вы, снова ожидаете от него изменения. Из-за страха. Вам предвидит страх одиночества, неверность себе. Вот. А это, как бы, следствие того, что вы себе сами не доверяете. Вот. Ну, то есть, вам невозможно себе доверять, у вас нет такой вот, ну, такой возможности себе доверять. На себя полагаться вы почему-то не можете. Вот. И, как мне кажется, надо обратить на этом все внимание, самое пристальное внимание. Откуда у вас этот страх одиночества и хотите ли вы с ним что-то делать? Вы боитесь, что вас не поймет ваш сын. Вы боитесь, что он вас не поймет. Потому что так переносится, опять же, на сына теперь уже ваши собственные страхи. Вот. То есть, вы сами, например, в глубине души сомневаетесь в том, что поступаете правильно. Вот. Вы сами в глубине души не уверены в том, что поступаете правильно. И, в данном случае, на своего сына переносите вот эту историю. Историю про него, ну, про не принять. Вот. Как мне кажется, это не совсем, наверное, честно даже будет по отношению к вам. Как мне кажется, это не совсем гуманно по отношению к вам, кажется, это не совсем хорошо, мягко говоря. Вот. Соню к вам. И с этим, как мне кажется, в первую очередь и нужно работать. Чтобы вы, значит, учились уверенности в себе, уверенности в собственных силах, уверенности в собственных выборах. Вот. Собственных действиях и поступках. И готовы были оплатить за эти действия и решение. Да, определенную цену, безусловно. Но это та цена, которой необходимо заплатить, чтобы поступать может быть счастливой. Вот. Вы изначально выбираете достаточно деструктивный путь, когда предлагаете посмотреть, почему вы не правы. Мне кажется, что правы вы во всем, только от этого ничего не меняет. От того, что вы правы или не правы, не меняется ровным счетом ничего. Потому что вашему, к примеру, вашему мужу, да, глубоко плевать на то, правы выявления. Вот. Ему просто плевать. Он гнет свою линию и все. И будет, в принципе, эту линию гнуть. Потому что может. Поэтому здесь очень важно обращать свое внимание не на правоту, которая у вас может быть, а может ее и не быть. Здесь важно обращать внимание на то, что вам хочется. И на то, что вы готовы сделать ради того, что вам хочется. Здесь стоит обратить внимание на внутренние ваши конфликты, противоречия, некоторую, может быть, борьбу, которая возникает. И вот уже опираясь на эти моменты, стараться двигаться вперед именно в плане своего собственного развития и своих собственных перемен. Безусловно, нужно обучаться бесконфликтному общению, чтобы выводить общение из такой конфликтной формы, чтобы это не перерастало в какие-то перепалки, ссоры, конфликты. Потому что редко, очень редко, когда это может привести к чему-то хорошему. Ну и это вот тот самый случай. Это тот самый случай. Если вы обвиняете человека во чем-то, никогда ничего хорошего этого не принесет. Но в то же время нужно понимать, что не принесет, может быть, и не принесет, может быть. Вот. Но дело-то немножко в другом. Дело-то все в том, что вы себя чувствуете очень неудовлетворенной. И вот на него неудовлетворенность вам нужно обратить внимание с точки зрения самого себя. Сейчас вы полностью зависите от другого человека рядом с вами. Ну или, может быть, и не полностью, конечно. Но, по крайней мере, достаточно сильно. И ваша возможная удовлетворенность, ваша гипотетическая удовлетворенность, по вашему мнению, связана только с тем, чтобы именно мужчина, например, разбираться в женщинах. Но ведь не только мужчина должен разбираться в женщинах, но и женщинах. Да, не надо разбираться в мужчинах. И вы выбрали такого мужчину, который относится к вам так. Не случайно. С точки зрения психологии вы выбрали такого мужчину, потому что он, в той или иной степени, довольно хорошо отражает то, как вы, скорее всего, сами к себе относитесь. Вы к себе относитесь, вот, в глубине души, к сожалению, скорее всего, именно вот так, как мужчина относится к вам. Но поэтому вас так это раздражает. Потому что вы сталкиваетесь с этим воочию. Вы сталкиваетесь с этим вживую. Понимаете? Ну вот. И вежите от этого, пытаясь выйти в обвинение, обвинение, в самопочивание, в страх и так далее. И важно, чтобы вы увидели, увидели сами в себе эту обесценивающую тенденцию, которая вас тянет. Тянет и доставляет быть на одном месте, доставляет снова и снова требовать от человека, другого человека, у которого, конечно, конечно же, есть свои проблемы. Того, что он, в принципе, не может. Вот. Не может не потому, что он какой-то плохой и так далее, а не может только потому, что у него нет такой возможности. Если бы такая возможность была, он бы, я думаю, сделал самое что. Сделать то, что человеку легко, не друг. Вот. Понимаете? И вот ваш вопрос, который вы выдают. Правильно ли я понимаю, что ему на меня, допустим, наплевать? Пишите вы. И первое. Мы психологи. Мы не занимаемся, поймите пожалуйста, тем, что анализируем других людей. Но я могу сказать следующее. Что ваш вопрос, вот вопрос относительно того, вот что ему на вас наплевать, это проявление тех самых обесценивающих тенденций ваших собственно, о которых я говорил. Потому что вы видите в этом наплевать узкое отношение к себе. Это не значит, что его нет. Но у вас сомнения в том, что он наплевает на вас или нет, скорее всего, присутствует достаточно часто. Достаточно много. И вот на этом, как мне кажется, вам нужно обратить свое внимание. Вот. Что бы с этим анализировать? Подумайте сами о том, что будет, если вы получите ответ, что да, ему плевать. Но, ну, вы же не уйдете. Потому что вы сами сказали, что не зарабатывать достаточно. Вот. А мой мой мой. Что-то, что-то, что-то еще, по-моему, вы сказали. Ну, не так это важно, как важно то, что чтобы не ответили бы вам психологи, вы все равно не уйдете от человека, потому что не готова, успокаиваться. И потому вот эта работа, которую вы предлагаете провести, да, то есть наплевать, ну, выяснить, наплевать ли мужчине на волос или нет. Эта работа абсолютно бессмысленна, потому что она ничего не решает. Зато решают ваши страхи, зато решают ваши отношения к себе, в том числе, вот это очень много решает. Но вопрос заключается в том, хотите ли вы этим заниматься. Вопрос заключается в том, хотите ли вы это менять. Потому что концентрированы вы на мужа. Муж является сосредоточением вашей обиды, вот, вашей какой-то недовлетворенности, вот, вашей болью в том числе является муж с сосредоточением, вот, понимаете, какая штука. А мне кажется, что подобная позиция ничего хорошего вам принести не может, потому что таким образом вы генерируете только лишь свою зависимость, и муж это знает. Какая вот, например, у мужа ваша мотивация разбираться в женщинах, мотивация отвечать за свои слова, если он знает, что, как бы он ни поступил, вы сто процентов, скорее всего, будете с ним. И зачем ему ему что-то делать? Для чего ему что-то менять? Ну вот, вы подумайте об этом, вот, а потом, может быть, вам станет несколько более очевидны те аспекты, которые я пытаюсь вам донести. В целом, в целом, мне кажется, что корректировать в первую очередь нужно именно ваше отношение к самой себе в первую очередь. И уже потом, как следствие, будет корректироваться все остальное. Сейчас, на данный момент, с нескорректированным отношением к себе вряд ли вы сможете выстраивать хорошее и качественное отношение со своим мужем и даже своим сыном, который копирует поведение своего мужа, чем, о, вашего мужа, простите, чем, я думаю, достаточно сильно вас, ну, скажем так, бисит и развращает. Вот что, в принципе, не удивительно, как мне кажется. Поэтому, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание вот на эти вещи, на эти моменты. это, как мне кажется, достаточно важным. Я бы вам рекомендовал прочитать, прочитать, о, спрут, стрелку на карпана, мне кажется, что, в данный момент это, что, ну, куда вы попали, вот, то во что вы попали. Вот. То есть, имеется в виду, это, такие отношения, в которые вы попали. Вот. И отношения, к сожалению, не очень хорошие, мягко говоря. Вот. Ну, переживать не стоит, потому что, все корректируется, так или иначе. Вот. Все нужно поправить. Главное, он, определитесь, в какую сторону вы хотите двигаться, самым самым самым. От этого зависит, как бы, ну, организация секс-трапии. Если вы хотите подкорректировать отношения с мужем, это одно, подкорректировать. Если вы хотите разобраться с собой, то другое разберемся с собой. Как бы. А, сложности, сложности, как таковой, да, это не представляет. Что здесь представляет только в том, насколько вы определились, с тем, чего вы хотите, потому что сейчас у меня есть довольно столько таких, такое ощущение, что единственное, что вы хотите, это, чтобы мы показали и согласились с вами в том, какой ваш муж плохой, какой ваш муж ужасный, какой, как вы, как сильно, ваш муж вас не любит и так далее, и так далее, и так далее. И подтвердили ваши скрытые страхи относительно того, что какая-то вы не такая, подтвердили ваши страхи относительно того, что вероятно любви вы не готовы и подтвердили ваши страхи относительно того, что в личной тубличной жизни вообще-то вы не успешны. Вот. Хотя, по большому счету, это может быть чистые воды не правда, но мне кажется, что именно этого вы от нас в глубине души ждете. Знаете, еще немножко, чтобы себя попечевать. Мы этого делать не будем, по крайней мере, я тоже точно. Для меня человек и его цены стоят на первое место, поэтому вычехать вас я не собираюсь. Поддерживать, ну, такую вот вашу тенденцию к такой отчаянной борьбе, невозможность что-либо изменить. Я не буду тоже, потому что в этом нет никакого смысла. Но я предлагаю вам сделать то, что, может быть, на самом деле вам полезно. Это, как вы понимаете, работа над собой или выстраивание гармоничных отношений с людьми. Ну, для этого понятное дело, я надеюсь, что понятное дело, нужно будет менять ваши привычные паттерны. Паттерны поведения, что будет не всегда, не всегда легко, легко, конечно же. Вот, поэтому вы можете в этот момент сопротивляться или вам что-то не нравится. Ну, это уже вопрос, конечно, индивидуальных терапий, индивидуальных консультаций. На мой взгляд, по крайней мере. Я надеюсь, что вам это было достаточно полезно, надеюсь, что вам это было достаточно интересно. Вот, я надеюсь, что вы для себя сделаете определенные выводы. Я надеюсь, что я дал вам тысячи размышлений. Я очень буду благодарен вам за обратную связь по ВМНО ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...